Намаскарам, Садгуру! Вы говорили, что «вакшудди» значит не только говорить правду, но также произносить правильные звуки, которые будут для нас полезны. Как нам соблюдать вакшудди? Нужно ли нам постоянно повторять мантры? Не могли бы Вы объяснить? «Речь» — это особый дар данный человеку. Ни одно другое живое существо не способно произносить настолько же сложные звуки, как человек. Да, слон может издавать гораздо более громкие звуки, чем мы. Он может даже парализовать человека. Если слон окажется рядом с Вами и начнёт трубить, Вы будете парализованы мощью этого звука. Лев может рычать, птицы могут издавать множество звуков, но ни одно другое существо не способно произносить такие же сложные сочетания звуков, как и мы. Языки были сознательно созданы таким образом, чтобы простое произнесение слов очищало систему человека. Так был создан санскрит. Сейчас большинство из нас чаще всего используют для общения английский язык. По сравнению с другими языками, по сравнению с индийскими языками, а также испанским, латынью и даже с китайским, английский язык обладает минимальным диапазоном звуков. Самым минимальным. Поэтому, если вы с рождения говорите только на английском языке, для вас может быть сложно произносить некоторые мантры или говорить на других языках, потому что вы используете минимальный диапазон звуков. Чем меньше набор звуков, которые вы произносите, тем меньше вакшудди. Достичь вакшудди можно, привнеся в этот процесс активную осознанность и определенное намерение. Одна составляющая — это звук, другая — это намерение, с которым он произносится. Вы можете произнести «эй» из состояния глубокой любви или «эй» из совсем другого состояния. Воздействие, которое они окажут на вашу систему, будет отличаться, потому что в кармическом процессе наиболее важное значение имеет намерение. Основное значение в кармическом процессе имеет именно намерение, а не действие. Таким же образом, основная часть кармы заключена в намерении, а не в звуке. Но если звуки соединены в соответствии с научным знанием, как это сделано в мантрах или в санскрите, то даже если вы будете произносить такие звуки без особой осознанности, вы все равно получите пользу, просто благодаря расстановке этих звуков. Но сегодня мы говорим на языках, которые не были созданы таким образом. Поэтому лучше обратить внимание на намерение. я много раз рассказывал эту историю о женщине, которая вышла из концентрационного лагеря во время Второй мировой войны. Она поклялась. Вы знаете, да? Она поклялась, что будет разговаривать с каждым человеком так, как будто эти слова будут последними. Такое возможно? Я скажу это так, как будто это будут мои последние слова, сказанные этому человеку. С кем бы я ни разговаривала. Это прекрасный способ позаботиться о вашем вакшудди. Вакшудди означает очищение звуков, которые вы произносите. Начать осознавать звуки, понимать науку звуков и их влияние на человека, это феноменальная работа. Для этого потребуется не одна жизнь. Это надо-йога. Она потребует очень многого. Для практики надо-йоги у вас есть мантра, если вы произносите ее. Я никогда специально не думаю об этом. Но если я сижу или стою, шамбо-шива просто происходит. Не потому что я намеренно это делаю. Просто мое дыхание принимает эту форму. Это происходит не потому, что я провожу программу или занимаюсь чем-то важным или неважным. вы можете привнести это в свою жизнь. Многие люди используют в своей речи неприличные слова. особенно это касается молодежи в США. Они словно пытаются построить целое предложение, используя только одно слово. Я вижу, что сейчас многие в Индии переняли это. Если кто-то без конца повторяет, дерьмо, дерьмо, я всегда говорю, «Только не делайте этого здесь, пожалуйста». Так что это — один из способов, который может привнести правильные вибрации в систему человека. Почему это важно? Если вы сможете достичь безмолвия внутри себя, стать безмолвием — это самый лучший путь. Если вы просто можете стать совершенно неподвижными внутри себя, это лучше всего. Если этого не происходит, то следующая опция — произносить «Шива» — это то, что ближе всего к неподвижности. Если одно слово для вас слишком мало, вы можете произносить что-то более сложное. Если вы хотите что-то более похожее на песню, вы можете повторять Брамана Десварупа или любую другую мантру, которую вы выберете из тех пяти. Просто выберите то, что откликается в вас. Но самое главное — наполните каждый звук, который вы произносите правильным намерением. Если вы привносите правильное намерение в каждый произносимый вами звук, эти звуки будут реверберировать внутри вас определённым образом. Эта основа в форме правильных вибраций необходима, если вы хотите использовать эту человеческую систему как более высокую возможность. В противном случае она лишь будет висеть на вас мёртвым грузом. Если вы хотите, чтобы это стало более высокой возможностью, вам необходима основа из правильных вибраций. И вакшудди, или процесс очищения звуков, который вы произносите, играет в этом важную роль. Но если вы сможете стать совершенно неподвижными, это наилучший путь. Субтитры создавал DimaTorzok